Для начала хочу снова поблагодарить всех тех, кто увлекается донатами, желающих много, но делает это, к сожалению, довольно-таки мало людей. Все равно спасибо и тем, кто желает это сделать, но не может, и те, кто это делает. Как правило, донаты всегда нужны для того, чтобы делать новые выпуски, делать новые поездки, привозить новые материалы, как, например, «Скоро». Мне это очень понадобится. Также хочу сказать, что помнится, был когда-то года три или четыре назад в Швейцарии, в Тюрихе, и увидел там небольшую такую палатку, где небольшая группа израильских граждан раздавала всякие разные буклету на тему палестин-израильского конфликта, араб-израильского конфликта. Такая, скажем, мини, я бы не сказал это, не назвал это пропагандой, но тем не менее они ознакомливали европейцев, граждан Тюриха, Швейцарии с проблемой Израиля. Вот такие вот небольшие буклетики тоже раздавали, разжевывали, буквально в каком регионе они живут, израильтяне. Кто их соседи, чем угрожают их соседи и, значит, союзники их соседей этой небольшой ближневосточной страны. Я вот что подумал. Знаете, армяне, если захотят, такую фору дадут по информационной войне, такую атаку устроят. Практически наш брат живет по всему миру. По всему миру практически я не знаю ни одной страны, где бы я не встретил армян. Причем это не какие-нибудь там вот недавно приехавшие туда учиться или за лучшей жизнью, а живут там буквально уже столетиями, корнями. И если бы в каждой стране те же армяне, наши соотечественники делали нечто подобное, ознакомливали людей с нашей проблематикой, с нашими соседями, то было бы здорово. Было бы здорово. Ну, в России понятно, это сделать очень сложно. Но помимо России есть много других стран, их почти около двухсот. Ну, а теперь перейдем к нашей теме. Я бы хотел так же, чтобы вы досмотрели эту тему до конца, потому что в самом конце для тех, кто еще не приобрел календарь, будет напоминание. Поэтому досмотрите до конца. Как я говорил в одном из предыдущих выпусков, информационная атака со стороны Азербайджана против армянского историко-культурного наследия усилится. Вот и получите. Причем, как любят в Азербайджане, делается это через третьих лиц неазербайджанской национальности. Сначала они взяли в заложников русских, проживающих в Азербайджане, коих на камеру снимали заранее заученные антиармянские предложения. Это были простые русские обычные жители. Затем решили пройтись по русскому драматическому театру, где поснимали артистов с той же заученной риторикой. К слову, и в Армении есть русский театр, но армянам как-то не приходило в голову брать их в заложники, в заложники, причем политические. И я считаю, что это правильно. Не нужно такого делать. Это мерзко, это низко. Потом дело пошло еще дальше. Налом и безналом. Азербайджан во главе с главным антиармянским эссеистом этой страны Фуадом Ахундовым решил покупать российских журналистов. А делается это так. То, что обыватель называет страницей на журналистском языке, называется полосой. То есть одна полоса – это и есть одна страница газеты или журнала. 90% газетных полос можно использовать под рекламу или заказные материалы. Главное – не выходить за рамки 40% рекламного блока или рекламных статей. А если хочется больше, то можно материал подать завуалированно, то есть без намека на рекламу. Это называется такая скрытая реклама. Именно так и поступает иногда ряд изданий, готовые продать Азербайджану свои полосы без намека на рекламу. В этом случае заказчик платит деньги, например, 200 тысяч рублей за полосу. А журналист начинает писать то, что требует от него заказчик. Например, заказчик требует рассказать о широте душевной Азербайджана с плавным переходом на армянских сепаратистов, которые ловят эти широкие души в лесах под Гянджой и съедают их. Или, например, как превратить армянскую церковь в азербайджанскую через призму кавказо-албанских мифов, минуя Алтайские степи и залив Карабогазгюэль. Поняли что-нибудь? Не важно. Главное, они там у себя это поняли. Сначала охомутали московский комсомолец газету, а я вам говорил, что работал в этом издании. И вот мы в WhatsApp поговорили с коллегой на эту тему, на тему азербайджанских заказов. Она отвечает, мерзейшая информационная война. И предлагает армянским предпринимателям сделать алавирды. На что я говорю, что все они в депрессии сейчас находятся, хотя сам я понимаю, что армяне далеки от мерзостей, которые использует Азербайджан. Ну, а ниже уже видео с азербайджанским почерком, где русский язык в почете, русский про армян, про их подлость. Ну, то есть, понимаете, да, такой азербайджанский акцент от имени русского человека. Видимо, этот русский на перерыве оставил свой рейхан и пошел говорить про их подлость. Так что, если вы увидите за последнее время в российских изданиях какие-то там проазербайджанские антиармянские статейки или с намеком на это, это может быть в коммерсанте, это может быть в московском комсомольце, в комсомольской правде и так далее. Знаете, все это оплачено, неважно как, продуктами, значит, деньгами, поездками и так далее. Все это, значит, условно. Так что не верьте. А что было в МК, что было-то там, спросите вы? Там был сказ о том, как в Карабахе поставили памятник нацистскому преступнику и уничтожили русскую церковь. Ни больше, ни меньше. А уже на своих азербайджанских ресурсах добавили, что русские актеры азербайджанского драматического театра осудили разрушение армянскими вандалами единственной православной церкви в Нагорном Карабахе. Конечно, два ракетных удара по церкви в Шуши и осквернение христианских армянских святынь Арцаха идет вразрез с тем, как представляет себя миру мультикультурный в кавычках Азербайджан. К тому же их дура-представитель сравнила церковь с артиром. В таких случаях нужно и подтереть, и подмыть под собой, как говорится. Вот и пошел миф о разрушенной русской церкви в Карабахе армянами. Отвлечь, так сказать, от себя вандалов. Да будет вам, сынам варваров, в степе известно, что в армянской традиции нет лома никаких храмов, а уж тем более христианских, чего не скажешь о вас и ваших братьях в Турции, где камни на камне не оставили от церквей. А что сохранилось, то превратилось в мечеть. В тех же рекламных проспектах, журналах, распространяемых в турецких гостиницах восточных регионах, можно столкнуться с небылицами и искажениями. На обложке Абдулгамид, кровавый султан, вырезавший сотни греков и армян, представший здесь в качестве могущественного правителя. Представлена и разрушенная русская церковь, построенная в 1890 году. Говорится о том, что церковь русская, только не сказано, почему она в таком побитом состоянии, словно ковчевник пробежал. Ведь известно, что церковь без купола и креста не церковь. На самом же деле она была разрушена в начале 20 века, как и десятки армянских церквей Эрзурума. Русская православная церковь, как и любая православная церковь, это сестринская церковь. По той причине, что армянская церковь тоже православная. Разница только в том, что армянская церковь не является носителем византийского православия. Она зародилась много раньше, армянская церковь. И ее полное название не Григорианская, как это в Советском Союзе подавали от имени Григора, можно сказать, что и русская церковь в таком случае Владимирская. Так что не Григорианская, а Армянская, Апостольская, Древневосточная, Православная церковь, как и Ассирийская, Коптская, Эфиопская, Эритрейская, Сирийская, Маланкарская. Вы только вслушайтесь названия, по ним видно и слышно, насколько они древние. Объясняю на пальцах, чтобы вы поняли, насколько они ветхие для нисхода благодатного огня. Именно Армянская, Коптская и Сирийская православное духовенство входят в Кувуклию и произносят обращение. Католики и все остальные ждут. Затем именно греческие и армянские священники заходят ко гробу спасения, и они же выносят полученный благодатный огонь, раздают русской православной церкви, грузинской, римско-католической и прочей церквей. И все эти вещи можно почитать самим. Теперь вы понимаете, какую ахинею несете, когда говорите, что армяне разрушили русскую православную церковь. Теперь что касается русской церкви в Карабахе, точнее в Шуши. Она действительно была, но как ни прискорбно, она была разрушена еще в 60-х годах самими азербайджанцами-большевиками. Это была церковь великомученика-победоносца Георгия, почитаемой и армянской церковью именем Сурб Геворг. В 1960-х годах, когда руководство Азербайджанской ССР приняло решение о сносе русской и одной армянской церкви в Шуши, они были разобраны, а на фундаменте русской церкви было построено здание Дома культуры. И это была церковь Георгия Победоносца, а не Иоанна Крестителя, о котором говорил Ахундов. Церковь Иоанна Крестителя была армянской в верхней части Шуши и называли ее в народе Канаджам – Зеленая Церковь. Имеются и документы из Российского государственного военно-исторического архива фон 349, опись 44, дело 653. Желающие могут ознакомиться. Также Инфотека-24 провела замечательные исследования на эту тему. Послушайте, ломать не строить, но когда ломаете, хоть краснеете, как ваш самый ходовой товар. Благо ваши дефекации проглотят только те, кто привыкать глотать любые дефекации, исходящие из электронных носителей и давно уже привык. А они особую тревогу не вызывают. Другое дело, что подобные дефекации липнут к людям, казалось бы, с педагогическим образованием, как эта молодая училка из Казахстана. Ты уже знаешь, что языки башкирского, татарского, казахского, армянского, киргизского и других народов сформировались на основе древнего копчакского языка. Их называют тюркоязычными народами. А где она вычитала, что армянский язык из тюркской языковой группы? Ну, конечно же, все там же, в азербайджанских хрониках. Поэтому прошлый свой выпуск я и назвал «Осторожно, азербайджанский преподаватель». Можете посмотреть, кто еще не видел. В ближайших выпусках мы еще поговорим о глашатых азербайджанских, неазербайджанской национальности, проституирующие на манатах. Разберем и их. Но прошу вас, опять же, не верьте их пропаганде и, главное, не нервничайте. Вы-то должны уже привыкнуть к их зуду. К этой стране даже применима оговорочка по Фрейду, как в сочинском Олимпийском парке, где азербайджанский флаг подписан флагом королевства Тонго. Королевство Тонго о мозги аборигенов острова Кука. И что бы они делали, если бы не Турция? Задайтесь вопросом. Неужели вы и вправду считаете, что эта парочка какие-то успехи одержала в войне в Арцахе? Итак, оставайтесь с антитопором, ждите новых выпусков, подписывайтесь на канал. Благодарим еще раз за донаты. Есть зрители, которые после каждого выпуска донатят, за что я благодарен. А что касается календарей, то они еще есть. Приобрести их можно следующим образом. Внимание! Зрители канала Антитопор знают уже, что на протяжении трех лет Антитопор выпускает такие вот уникальные календари вокруг света армянского. Он был выпущен вот в 2019 году. Они закончились сразу же. Далее был календарь вокруг света армянского за 20-й год прошлогодний, будь он проклят. И вот календарь за, значит, 21-й год. Точно такой же вокруг света армянского. Ну, кто не знает, кто еще не сталкивался с этими календарями, я немного расскажу и покажу. Вот, значит, здесь на каждый день какие-либо события из армянской истории, армянской культуры и так далее. На каждый день круглый год. То есть информация ни в коем образом не повторяется из года в год. И все эти календари, если удастся собрать, это будет такая мощная, интересная энциклопедия в виде такого дайджеста ежегодника. Но, к сожалению, первые два номера еще не успели многие приобрести. Их, к сожалению, уже нет, еще раз скажу. Но за 21-й год вы уже можете приобрести. Кстати, их осталось совсем немного, всего 80 штук. И если вы желаете их приобрести, показываю. Вот под этим экраном есть стрелочка, нажмите на нее. Там, значит, имеется ссылка. Написано календарь и ссылочка. Зайдите на эту ссылку, заполните там купон, ознакомьтесь с информацией, как заказать календарь. Вот там все написано четко. Затем заполните купон, прикрепите чек и написано, куда это все отправлять. Если вы чего-то не поняли, значит, пишите на мою электронную почту, я вам все расскажу. Это адрес моей электронной почты находится там же, где и ссылочка, как заказать этот календарь.